Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Две золотые медали с Европейских игр Слушай, Сереж, я не знала об этом Но ты расскажи нашим телезрителям Мне кажется, им будет очень интересно Буквально на прошлой неделе Совсем в конце, в субботу или в воскресенье Подводили итоги Европейских игр, которые проходили в Баку И знаете ли, два спортсмена Один, который бежал дистанцию 4 по 100 И там, на самом деле, я ошибся Это не один спортсмен конкретный А коллектив Ребят, которые занимаются пляжным волейболом Забрали с собой в Саратов целых две золотые медали Это мы все к чему Хотите спортивных побед Хотите быть, что называется, на коне И не заниматься при этом конным спортом Делайте по утрам зарядку Не знаю, Сереж, что ты хотел сказать Я и ты хотел сказать Да, но самое главное С утра просыпайтесь Скорее разминайтесь Делайте зарядку Я уверена, что все ваши победы Они еще впереди Тем более, если утром сделаешь зарядку То это уже огромная победа над собой Потому что вы не так вот Значит, типа, я не буду делать зарядку Сейчас быстренько из дома выйду День начнется и все будет хорошо Нет-нет-нет Все быстренько расстилайте коврики Сейчас будет рубрика «Двигайся» Где наш фитнес-инструктор будет заниматься на песке Всем доброе утро Меня зовут Владимир Сегодня я ваш фитнес-тренер А это значит, что настало время для зарядки На телеканале «Саратов-24» Все за мной Сегодня мы с вами будем работать Над верхней частью корпуса Поработаем грудные мышцы Мышцы плеч и мышцы рук Но для этого нам нужно размяться Для разминки мы просто потянем Хорошенько с вами эти мышцы Сделайте вдох Раскройте грудную клетку Растяните грудные мышцы Сделайте наклон боковой в сторону В другую Округлите спину Руки вперед Круглой спиной тянитесь назад Втяните живот Снова раскройте грудную клетку И сделайте выдох Опустите руки вниз Приступим к основной части Для основной части Для усложнения Нам понадобится мяч Сначала я покажу Облегченный вариант упражнений Затем буду усложнять их Первым в нашем упражнении Будет скалолаз Мы поработаем мышцы живота Мышцы плеч Опускаемся вниз на песок Ладони ставьте под плечи Выпрямляйте спину Подтяните живот И подводите по одному колену Грудной клетки На выдох Колено подтягивайте Как можно ближе к себе Если сможете усложнять Ускоряйтесь Это увеличит нагрузку на живот Если вам сложно выполнять это упражнение С прямых ног Выполняйте его с колен Так будет чуть проще И постепенно Как только привыкните К этой нагрузке Вы можете усложнять Выпрямив колени Если вам достаточно просто Уполнять упражнение С прямых ног Вы можете взять мяч Руки положите на мяч Поднимитесь вверх И выполняйте это же упражнение Опираясь руками на мяч Для этого Вам нужно будет Упрямлять все ваше тело Вы протерируете все мышцы Стабилизаторы Мышцы живота Мышцы плеч Я сделаю еще два раза Вы выполняйте 60-80 повторов Следующим нашим упражнением Будут отжимания Отжимания с подъемом руки Ладони Ставите широко Пальцы направляете вперед Здесь точно так же Сложный вариант с прямых ног Более простой Отжимания с колен Вы отжимаетесь И поднимаете руку Вперед перед собой На выдох Поднимайте руку Сложный вариант с прямых ног Выдох на подъем Выполняйте 15-20 отжиманий Я сделаю еще два раза И поднимаемся вверх После нагрузки Как всегда растянем ваши мышцы Сделайте вдох И растяните грудные мышцы Растяните мышцы плеч Отводите руку в сторону Сохраняя прямую спину Другая рука Сделайте вдох И выдох На этом наша зарядка завершена Смотрите нас на телеканале Саратов 24 Всем удачного дня Теперь вы готовы К старту этого дня Сделали зарядку Вместе с нашим фитнес-тренером Какие молодцы Молодцы, действительно Сережа, а ты знаешь Что сегодня готовит нам день? Слушай, я знаю Что сегодня за день Благо календарь у меня есть дома И я обращаюсь к нему периодически Но сегодня день полон открытий Я думаю Мария Билат нам сейчас Наверное об этом расскажет Какие открытия меня ждут сегодня? Да, Мария, пожалуйста Расскажите, что гороскоп Сегодня пророчит козерогам Рыбам, овнам, тельцам Всем-всем-всем зодиакальным знаком Доброе утро Я астропсихолог Мария Билат Отвечаю на сложные вопросы Вашей жизни Сегодня новый день А значит новый гороскоп Давайте посмотрим Что приготовили нам звезды сегодня Овен Домашние дела Сегодня требуют Вашего участия Не игнорируйте их Телец Уверенность в себе И яркость Привлекут к вам Необходимое внимание Близнецы Идеи захлестывают Вас с головой Среди них тех Которые в будущем Могут принести Серьезные дивиденды Рак Отличный день Для смены имиджа И радикальных перемен Используйте его Лев Ваши силы И уверенность Сегодня в самой Низкой точке Дайте себе Возможность Перевести дух Дева Вы будете активно Контактировать с руководством Постарайтесь извлечь Пользу из любых Связей и контактов Весы Дружба с влиятельными людьми Поможет в реализации Ваших планов Скорпион Поддерживайте Ваши профессиональные связи Сегодня Они вам очень понадобятся И совсем скоро Стрелец Беседы и разговоры Продолжатся и сегодня А вот тема сменится С личных на профессиональные Козирог Сегодня хороший повод Начать обучаться Чему-то новому Водолей Вы будете раздражены И нетерпимы к критике Рыбы Ваш авторитет на работе Достигает своего пика Используйте это Гороскоп на каждый день Дает лишь общие рекомендации Но я рекомендую Составлять для каждого Знака зодиака Индивидуальный прогноз Наш телезритель Евгений По гороскопу рак Он спрашивает На что стоит обратить внимание В июле Евгений Всем ракам в целом Стоит обратить внимание На ваше любимое дело Вашу реализацию Потому как Главное наше светило Это солнце Стоит в этом знаке Июль Очень хороший период Чтобы раскрыть себя В этой области Лично вам Рекомендую быть В этот период Чуть более решительным У вас есть хороший шанс Реализовать кардинальные перемены В своей жизни Действуйте И конечно Это замечательный период Для укрепления семьи Если вы хотите Чтобы я ответила На ваши вопросы Присылайте их На электронную почту С указанием Даты Времени И места Вашего рождения И я отвечу На ваши вопросы Мы напомним Напомним Что вопросы свои Можете присылать Марии Белат На ее сайт mbelat.ru Самое главное Дата, место и время Вашего рождения Нужно будет указать В своем электронном письме И пожалуйста Будьте конкретными Придумайте какой-то один Лаконичный И очень важный Для вас вопрос Не пишите про политику Про курс валюты И про все остальное Мария Белат В одном из следующих выпусков Проекта Автопилот На нашем телеканале Обязательно ответить На ваши вопросы Второе июля Наташа, только вдумайся Уже второе И уже июля Я бы не хотел пальцы Показать седьмой месяц На самом деле Это тоже совсем-совсем неплохо То, что мы можем купаться Волга уже прогрелась Просто до каких-то Потрясающих температур Может загорать Купаться Отдыхать И совсем скоро Появятся те овощи И фрукты На грядках У тебя вот уже есть Огурцы У меня грядки нет У тебя грядки нет Но я думаю, что у некоторых наших телезрителей Уже совсем скоро появятся Действительно огурцы И помидоры Не знаю Вишни уже совсем-совсем скоро пойдет Если вы сегодня Собираетесь отправиться На огород На свой Ну такие вот С утра Думайте об этом Там в шесть, семь, восемь утра Такие пододели шляпку Да Такие там Пойду Спашу там Несколько гектаров земли Уже незачем пахать Серега Уже нужно собирать Ладно Я как просто Агроном со стажем Окей Будете сегодня на огороде Вспоминайте, чем знаменит этот день Итак, 2 июля Друзья Это международный день Спортивного журналиста А еще сегодня Сегодня День НЛО День уфологов И день неопознанных летающих объектов Если к вам прилетит сегодня Какой-то неопознанный летающий объект Не забудьте, пожалуйста, поздравить Тех самых человечек Которые к вам придут Так вот Помажут ручкой Мне кажется, есть что-то общее в этих праздниках День спортивного журналиста И день неопознанного летающего объекта Но как минимум Знаешь, в спорте много неопознанных летающих объектов О которых пишут журналисты В общем, друзья Объединяемся Вместе с инопланетянами Я друзьями называю спортивных журналистов, конечно И отмечаем этот день Искренне поздравляем всех тех Чья работа связана с этим праздником Да, и сегодня у нас отмечают именина Точнее, День Ангела Иван-Мария И кто еще, Сереж? Есть еще одно имя Багрослав Багрослав Никогда не выиграю это имя Ну, в общем, его зовут примерно так Друзья, поздравляем вас с вашим Днем Ангела Осталось прям буквально две секунды Расскажем вам о приметах Сегодня, знаете ли, к пчелам нужно быть особенно внимательными Если пчелы летят в ульи, значит будет дождь Если пчелы в ульи сидят на стенах Это значит, что будет очень-очень жарко Так что при первой удавшейся возможности Загляните одним глазком в ульи И посмотрите, что там делают Ты честно заветаешь, Сереж Ну, ладно, используйте какие-нибудь меры предосторожности Возьмите подзорную трубу, что ли Ну, в общем, придумайте что-нибудь Это очень важно, чтобы спрогнозировать погоду Друзья, мы к вам скоро вернемся Буквально через несколько секунд Сереж, а когда ты пойдешь в отпуск, расскажи мне Я вот уже просто очень хочу в отпуск Меня очень интересует этот вопрос Слушай, ну я планировал где-нибудь в августе Где-нибудь в конце лета В конце лета, чтобы прям вот захватить Да, чтобы продлить его А я сейчас поделюсь с тобой и со всеми нашими телезрителями Рейтингом стран, куда стоит поехать прямо сейчас Этим летом Ну, может, не прямо сейчас, да Этим летом В условиях, ну, вот такой вот не совсем стабильной экономики Итак Итак, первая страна, куда стоит поехать Это Индонезия Потому что там совсем-совсем невысокие цены И есть возможность сочетать пляжный отдых И экскурсионную программу На втором месте находится Лаос А на третьем месте Индия Причем я уверена, что очень-очень много Мне кажется, наши даже вот саратовцы Побывали уже в Индии Рассказали о том, что там действительно все Очень недорого, интересно И есть просто масса развлечений А также можно как следует отдохнуть Привести свои чувства в норму Привести свои эмоции в норму И приехать отдохнувшим, свежим, бодрым и готовым к работе Ох, а мне еще кажется, если вы отправитесь в Индию То приведете в норму свое тело Потому что, если я не ошибаюсь Там нету пятизвездочных отелей С системой все включено Когда вы только и бываете, что где в номере, на пляже, да в ресторане Да, а кстати говоря По тому же самому рейтингу Москва находится на двенадцатом месте Да, и там Что очень неплохо Ну да, очень неплохо На буквально 3-4 дня Очень внушительная сумма получается При отдыхе всего лишь вот трехдневном Тем не менее Где отдыхать и как отдыхать Конечно же, ваше дело, друзья Мы будем искренне рады Если вы, в принципе, отправитесь в отпуск В отпуск, отдохнете Приведете в порядок свое тело и свой ум Но мы совсем скоро к вам вернемся И будем рассказывать вам о кино Итак, как и обещали На очереди у нас кинорубрика Аня Федорова сегодня будет рассказывать Про человека-насекомого Сколько людей-насекомых ты знаешь? Сереж, какие-то вопросы задаешь Ну давай, человек-паук Человек-паук У меня есть Саша Жук, мой друг Класс Он супергерой? Он точно супергерой Здорово Но теперь есть еще один человек И это человек-муравей Что за насекомое скрыто в нем? Вы уже догадались по его названию Но как оно проявляется каждый раз Узнаем из кинообзора Ани Федоровой Доброе утро Хотя я бы даже сказала, что сегодня супергеройское утро Потому что новый кинообзор посвящен человеку Обладающему сверхспособностями Вот вы каких супергероев знаете? Наверняка первыми на ум придут Железный Человек, Человек-паук, Халк, Капитан Америка Или Росомаха Но мало кто вспоминает про такого Выдающегося парня, как Человек-муравей Да, есть и такой И про него Марвел сняла свой новый фильм Последний в серии картин о супергероях Представьте себе солдата Величиной с насекомое Идеальный диверсант Если всем раздать сверхспособности Наступит хаос Так как мы его остановим? Есть вариант Разработка сценария кинокомикса Человеке-муравье велась с конца 80-х годов Но тогда кинокомпания Disney взялась за картину Дорогая, я уменьшил детей И в Марвел посчитали, что Человек-муравей Имеет схожую идею И съемки отложили И вот в 2006 году Марвел вновь вернулись к Человеку-муравью Но сами съемки начались только через 6 лет В 2012 По сюжету картины Скотт Лэнг Человек, попавший в тюрьму за грабеж Но оказывается, за ним все это время Следил доктор и по совместительству Бывший супергерой Хэнк Пим Он же Человек-муравей Выйдя из тюрьмы Скотт встречает Хэнка Который хочет сделать из него Нового Человека-муравья И предотвратить опасность В лице миллионера Даррена Кросса Желтый жакет Захватившего компанию Специализирующуюся на создании Уменьшающихся солдат Скотт решает стать новым супергероем Способным уменьшаться в размерах Совершив ограбление, которое спасет весь мир И любимую дочь Скотта, Кэсси Вообще, Человек-муравей интересен тем Что является одним из первых Мстителей А сам режиссер картины Пейтон Рид говорит, что самое важное В кинокомиксе – преемственность Ведь старый Человек-муравей Пытается найти себе замену И, как вы поняли из сюжета, находит ее Как и у любого супергероя У Человека-муравья есть костюм Так вот, создатели этого кинокомикса При создании шлема Человека-муравья Вдохновились и шлемами Железного человека и Бамблби Затраты на эту картину пока остаются тайной Но можно предположить, что бюджет этой ленты Как и других кинокомиксов Многомиллионный Одна рекламная кампания чего стоит Продюсеры придумали оригинальные билборды Которые, в отличие от привычных огромных плакатов Имели небольшой размер Такая аллюзия к главной способности Человека-муравья становиться крошечным На этом сегодняшний кинообзор подошел к концу Удачного дня и смотрите хорошие фильмы Ну теперь я все знаю про Человека-муравья Ох, и что там, Саша, жук? Вот, видишь, какие люди рядом с нами есть Есть Человек-муравей Сереж, скажи мне, а тебе когда-нибудь шишка Вот реально в лоб попадала? Какая шишка? В лесу Нет, не разу То есть я... Давай разберемся по нити Я должен был идти, шишка с дерева С дерева, да Нет, ни разу Ну это хорошо Мне много что падало на голову Ведь тяжелая и мягкая, но вот шишки не было Ну хорошо, скажи мне, а ты тогда знаешь, что означает афоризм «большая шишка»? Ну мы все привыкли, что большими шишками мы называем каких-нибудь боссов, начальников, руководителей и так далее Слушай, давай мы сейчас с тобой посмотрим Марину Игину Может быть она расскажет нам что-то другое Об этом, может быть, мы ошибались Ты думаешь, там есть двойное дно? Несколько шишек в одной шишке и там есть какой-то еще один смысл? Окей Друзья, на очереди рубрика «Афоризм» Доброе утро всем тем, кто уже проснулся и смотрит рубрику «Афоризмы», Где я, Марина Игина, рассказываю вам об интересных выражениях, об их значении и происхождении Есть фразеологизмы, которые так давно существуют в нашем лексиконе, что мы уже не представляем их в другом значении Вот, например, выражение «большая шишка» Так мы характеризуем людей, которые стали высокопоставленными начальниками Или же владельцами крупного бизнеса, тем самым подчеркиваем их важность в обществе и социальный статус А вот люди, к которым действительно относилась эта фраза с начала 16 века, были совсем из другого социального слоя Но начну по порядку Наверняка все из вас помнят картину «Бурлаки на Волге» Раньше в России, чтобы перетащить судно из одной части берега на другую, приглашали наемных рабочих – «бурлаков», как их еще называли Это был тяжелый и монотонный труд, так как тащить судно нужно было против течения Для выполнения этой работы мужчины объединялись в артели Это такой добровольный коллектив людей для совместной работы или иной деятельности С участием в общих доходах и ответственностью на основе круговой поруки И вот в любой такой артели был человек, который шел во главе бурлатской упряжки Так как обладал большой физической силой и принимал на себя основную нагрузку при перетаскивании судна Таких людей и называли «большими шишками» У мужчин, которых так называли, была даже известность среди наемников И от этого зависела даже сумма, которую предлагали за работу А другие артели всячески пытались переманить к себе большую шишку В 1929 году труд «Бурлаков» был официально запрещен Но выражение все равно осталось Надеюсь, что сегодня вы узнали что-то новое До свидания! Ох, ну вот теперь все встало на свои места Большая шишка — это не про меня Увы Сереж, ну еще все впереди Согласен, согласен, согласен Друзья, на очереди у нас реклама Буквально несколько минут информационного потока Который будет очень важен для вас И мы к вам вернемся Доброе утро! Да, просыпайтесь скорее, наши любимые телезрители Наташа Михеева Сережа Гришнов И на очереди у нас, конечно же, в утреннем шоу «Автопилот» На телеканале «Саратов 24» Позитивная новость Скорее рассказывай! Да, да, я просто... Перебивай, давай, рассказывай В общем, так, собрались Собрались, 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 разобрались Конец прошлой недели Буквально, по-моему, с воскресенья на понедельник Лил дикий дождь Да, 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 я помню Сумасшедший Все ждали, что он будет днем Все думали, что, ну как вот, мы будем перестраивать свои планы Да и вообще днем жарче, чем ночью Ну да, но на самом деле был здорово Выходные-то выдались Вообще Шаркими, потрясающими Все было замечательно А какие будут еще, вот буквально через несколько дней Ну так вот, значит, был дождь очень сильный Который начался примерно в 10 часов вечера И прям молниеносно заполнил водой практически все улицы города Ну то есть где-то были лужи, где-то были потоки Я помню, да, я плавала У меня есть резиновая лодка Серьезно? Врут Вот так, в прямом эфире, врут буквально Так вот, друзья, что любопытно В эту ночь, с воскресенья на понедельник Два смелых саратовца решили надуть огромный-огромный матрас На котором некоторые люди спят А некоторые люди плавают, как оказалось И отправиться в путешествие по улице Чернышевского Только подумайте, был настолько сильный дождь, что они просто Достали из багажника насос, достали из багажника матрас Надули его по-быстренькому Бросили его на воду, то есть на ручей, который сформировался От потока воды И под дождем давай кататься просто по воде Ну а чем это ты говоришь, что в Саратове живут креативные люди Которые готовы использовать просто каждую возможность А какие спортивные? Вообще супер Друзья, если у вас в багажнике или, я не знаю, в вашей дамской сумочке Есть надувной матрас То вы вообще не теряете возможность Идете, не знаю, домой новой дорогой какой-нибудь, раньше по ней не ходили Смотрите, лужа Не теряйте возможности Поплыли, поплыли прям вот скорее Лето закончится, вы глазом не моргнете В сентябре никакой матрас Даже самый теплый ортопедический не поможет вам Не сможете вы на нем кататься и путешествовать по улицам нашего города Я честно хочу тебе сказать Я вот такой, я вот бытовой экстремальщик Вот меня на сноуборд не поставишь Я не знаю, там в горы лезть, куда-то еще что-то Это не про меня, а вот если у меня есть какая-нибудь штука в багажнике Которую именно здесь и сейчас можно использовать в качестве плавсредства То это вот прям мой вариант Самое главное, они, видишь, они соблюдали все правила безопасности Они не пристегивали матрас к машине Ты хочешь сказать, у них были еще поворотники там, я знаю? Вполне возможно, вполне Это была ночь, машин было мало Ну, в общем, друзья, доступный экстрим в нашем городе есть У нас доступный экстрим есть А еще мне хочется поделиться с вами новостью Может быть, вы об этом не знаете, но у нас есть возможность покататься на вейкборде Обязательно, обязательно это сделайте на одной из баз отдыха Саратова Сережа, ну это просто в теме Вейкматрас Вейкматрас, да А вот теперь наша позитивная новость Друзья, позитивные новости будут еще сегодня на протяжении всего эфира Сейчас у нас рубрика «Анекдот» на очереди Наташа Ростова и Паша Роженков специально для вас Каждое утро записывают анекдоты Сегодня анекдот будет про одну из социальных сетей Про какую именно, вы знаете, через несколько секунд Раньше, знаете ли, анекдоты мы показывали где-то вот там, ближе к концу программы А сейчас думаем, а чего это мы вот мелочимся вообще? Давайте смеяться с самого начала Вот прям буквально несколько секунд Чтобы у всех было хорошее настроение с самого-самого утра Слушай, а ты знаешь хороший рецепт плодотворного рабочего дня? Ну-ка, удиви А я знаю, это свежий бодрящий анекдот От ведущих радиостанций «Юмор-ФМ» Саратов Паша Роженкова И Наташки Ростовой Поехали! Милая, а что ты там фоткаешь? Клубничку в Инстаграм Понятно А сама-то что на обед ела? Да пельмеш килограмм навернула с хлебом Ну что, утреннюю порцию хорошего настроения получили Ну а за продолжением ждем вас на 100.6фм До встречи! Так очень часто бывает Очень часто Выкладываешь что-нибудь диетическое в социальную сеть И особенно используя хэштег «Не съем, не покажу, не съем» А сам лупишь пельмени с майонезом То есть ты практикуешь это? Ну, без майонеза Но практикую Активно Знаешь, мне нужно же показать, что у меня есть клубника Конечно А что пельмени фотографировать? Они не очень симпатичные Да, ну а я думаю, что многие наши телезрители Они не только так себя могут проявить Я, конечно, понимаю, что Инстаграм это очень круто Мы всегда можем показать, что мы ели Где мы были С кем мы были Что ели наши друзья Что ели наши друзья, с которыми мы где-то были и что-то делали Но у нас, у всех наших телезрителей есть уникальная возможность попасть на экраны телеканала «Саратов-24» И сделать это очень-очень просто Нужно всего лишь найти видеобудку Не прикладывайте практически никаких суперспособностей, если у вас есть Или суперсил, потому что вам достаточно просто найти место, где находится наша видеобудка сегодня в этом городе Да, конечно же, а как правило, наша видеобудка находится там, где очень-очень много жителей И тот выпуск видеобудка, который мы сейчас увидим, он был снят на набережной космонавтов Где в прошедшие выходные был фестиваль под названием «Пикник» Там было столько всего интересного Можно было принять самое активное участие в конкурсах Мы тоже, как канал «Саратов-24» были там представлены Мы дарили вам подарки, радовали вас Было вообще прекрасное настроение Также проходили там танцевальные фестивали И, в общем-то, было масса всего интересного Да я вам скажу так Туда стоило прийти хотя бы для того, чтобы записать себя в видеобудке Это самое главное Да, передать приветы Поздравить с днем рождения Сделать какое-то сенсационное заявление Для этого, для всего, есть наша видеобудка Всем привет! Это я, Сергей Бугай И я хочу сказать пару слов о своей будущей миссии Я 1 августа, у меня будет свадьба И я очень ее люблю И пусть она не злится Мы ведь вместе Все, всем пока! Я хочу передать всем привет Всем моим родителям, маме Всего самого наилучшего и хорошего И всем моим друзьям Привет, мам! Я тебя очень люблю Бабушке тоже привет И дедушке Всем привет! Я желаю всем хорошо провести этот праздник И всем всего хорошего Передаю привет Своей подружке Камиле Передаю привет своей сестренке Ирине Ирочка, прости меня И всем-всем, кто меня узнал Наташе, Гале И всему Саратову Всех с праздником! Я хочу всем передать привет Моей маме, папе Моей бабушке на даче И всему, всему городу Саратову Чтоб все у всех было хорошо Чтоб всегда были такие хорошие, прелестные погоды везде И чтоб всегда ярко светило солнышко С праздником! Ну что ж, теперь все приветы переданы Поздравления мы тоже услышали И ваше мнение, ваши эмоции Прочли очень быстро и очень легко На очереди у нас розыгрыш Сегодня вновь разыгрываем пригласительные билеты в кинотеатр Дом кино И сегодня вопроса, как такового, не будет Сегодня соревнование на скорость Знаешь ли, вот такое спортивное утро у нас будет Кто первый написал, тот и молодец Хорошо, старт даем или нет? Сейчас я объясню условия Давай Секундочку Друзья, вам нужно сейчас очень быстро Написать нам на смс номер 967 500 ровно 8602 967 500 ровно 8602 Слово автопилот Первый, кто отправит нам смс сообщение со словом автопилот На номер, который я только что произнес Получит целых два пригласительных билета в кинотеатр Дом кино С открытой датой на любой фильм, на любой сеанс Все готовы? Итак, на старт! Внимание! Марш! Мы ждем ваших смс сообщений Напомним, что первый, кто пришлет Он обязательно должен подписаться Указать свой контакт на телефон И помнить, что смс стоит Уже пишут, Сережа Ровно столько, сколько обычную смс у вашего мобильного оператора Я должен их успокоить Хорошо, хорошо Ну а на очереди у нас вновь рекламный блок Он промчится очень быстро Вы буквально глазом не успеете моргнуть Оставайтесь с нами Да, мы вернемся к вам через несколько минут И вновь доброе утро Утреннее шоу Автопилот Этим утром ясным утренним рада вас утренней улыбкой приветствовать Наталья Михеева И Сергей Гришнов И слово утро, которое концентрируется просто сто раз на один квадратный сантиметр Друзья, вновь позитивные новости в нашем эфире И сегодня они будут посвящены трансформерам Да, друзья, сейчас самая первая позитивная новость Она для любителей трансформеров Я уверена, что сейчас перед нашими телеэкранами Есть те, кто сами любят этот мультфильм Теперь ваши дети, возможно, его очень любят Да и вообще те, кто являются трансформерами Сереж, ну я прям вот вижу Человек-комбайн Человек-соковыжималка Таких много Конечно же Но новость у нас, она касаема той самой замечательной желтой машинки Chevrolet Camaro Которая сейчас вышла в новом кузове И теперь практически у всех Ну, почти у всех, да Есть уникальная возможность приобрести И быть таким вот крутым обладателем Буквально машины легенды А она превращается в человека? Сереж, ну вот в нашей фантазии В моей она точно превращается Слушай, я знаю, что там какой-то сумасшедший объем двигателя Что она какая-то невероятно сильная Если не ошибаюсь, что-то около 12 или что-то такое Да, да, действительно, она очень мощная Я уверена, что все, кому это будет интересно Они сами смогут прочитать эту информацию Просто я сейчас вас посвятила в это Если вам очень хочется, пожалуйста, вразите просторы интернета Очень хочется Тебе очень хочется Chevrolet Camaro? Очень хочется, да Ну, во-первых, я люблю не очень большие машины Но вот по мне-то желтенькая, она, конечно, была потрясающая А во-вторых, она же мощная Это знаешь, когда ты на педаль газа нажимаешь И он глух Говорит Сережа на своем автомобиле Да, у меня маленький автомобиль Зато очень мощный и шутрый Да Друзья, ну что ж, если хотите суперавтомобиль Ищите в интернете, как его можно приобрести Рестайлинг Chevrolet Camaro уже как бы запущен в тиражирование Вы можете стать счастливым обладателем машины-легенды Машины-трансформера Ну что ж, мы продолжаем это утреннее шоу Автопилот Если вы чувствуете, что еще не успели привести свое тело в порядок к лету Не расстраивайтесь Впереди у вас есть еще как минимум со 2 по 31 июля и целый август Друзья, ну а вообще, на самом деле, сезонно задумываться о своем внешнем виде Это неправильно Гораздо разумнее будет Эффективнее, наверное, заранее подойти к этому вопросу Во-первых, заранее Во-вторых, держать себя в форме на протяжении долгого периода времени Конечно И если вы чувствуете, что не для вас совершенно посещение обычных фитнес-клубов Где большие бородатые мужики становятся вашими тренерами И заставляют вас делать какие-то вот странные телодвижения То ничего страшного Вы можете отправиться в суперфитнес-клуб, который называется Тонус Можно я немножечко расскажу про Тонус-клуб? Там совершенно потрясающие тренажеры То есть вы, представляете, вы приходите, вы расслабляетесь А ваше тело уже находится в процессе, да То есть у вас идет постоянный массаж Вас окружает очень приятный персонал Вы можете прекрасно провести время Там прохладно, не тяжело Даже в крайнем случае Если уж вы хотите как-то вот чуть больше, да Увеличить нагрузку У вас есть Тонусные столы На которых все На которые, в общем-то, сами выполняют все Всю сложную работу за вас Всю жесть берут на себя В буквальном смысле Друзья, ну вот совместно с фитнес-клубом Тонус Мы решили запустить совместную рубрику В которой один из классических клиентов фитнес-клуба Пытается преобразиться в максимально короткие сроки Как это получается? Какие есть сложности? Какие есть особенности? Как следить за курсом всех тренировок? Профессиональный тренер узнаем из нашей рубрики Всем привет! Меня зовут Айлита Мне 49 лет В этом году даже будет 50 Спортом я занималась от случая к случаю Ну, в юности занималась ручным мячом Потом, ну, пожалуй, только гимнастикой Время-твердной плавы Хотелось бы, конечно, заниматься спортом Но, увы, моя работа и недостаток времени Мне не позволяют регулярно заниматься спортом Но зато я стараюсь выкраивать какое-то время на фитнес Хотя бы раз или два раза в неделю Я не знаю, что со мной будут делать сегодня в Тонус-клубе Но мне очень любопытно, очень интересно Немножко боязно Сегодня мы с вами пройдем замечательную процедуру пресса-тренинга Благодаря которой мы скорректируем фигуру и улучшим состояние кожи А что это такое? Пройдемте посмотрим А это замечательная процедура пресса-тренинга Это лимфодренажный массаж с жатым воздухом Эта процедура избавляет нас от отеков, целлюлитов Улучшает состояние кожи Ну и, конечно же, убирает наши лишние объемы Мало того, это очень приятная процедура Которая позволяет расслабиться даже после трудового дня Лежишь себе в штанах Довольно жарко Хорошо, что здесь кондиционер Не знаю, что будет дальше Посмотрю Там внутри бегают маленькие массажисты Которые маленькими пальчиками давят на разные группы мышц Ощущение совершенно потрясающее абсолютно Кого-то щупает Ну, к сожалению, 25 минут уже подошли к концу Они промелькнули просто как одна минута На самом деле в этом тренажере хочется проводить и проводить время Я бы не знаю, как с остальными тренажерами Но я бы отсюда не ушла точно Ну, теперь я просто уверена, что мой день сложится отлично Потому что после такой процедуры, ну, другим он, наверное, не может быть Все будет здорово Ну что ж, друзья, настало время поговорить немного о вас Точнее, услышать вас, голос нашего телезрителя Да, и на очереди рубрика «Опрос» О чем она сегодня будет, Наташа? Эта рубрика сегодня будет о том, как же нам спастись от жары Ты лично как спасаешься от жары? Ой, знаешь ли, у меня очень много методов Что, веер есть, Сереж? Холодный душ А пахало нет? А пахало, есть веер, есть, да Есть у меня холодная вода все время со мной Правда, в машине она иногда становится горячей Я думаю, вот еще пакетик чая, и я могу выпить горячий чай Друзья, на самом деле средств спасения от жары довольно-таки много Но очень интересно услышать ваше мнение Как конкретно вы, наши телезрители, спасаетесь от зноя Синоптики опять обещают нам жару Хочется залезть в ванну со льдом и не вылазить оттуда Но наверняка есть менее радикальные способы охладиться А какие, спросим у жителей Саратова В фонтане купаемся около цирка Часто принимаю душ Также сижу дома под системой, либо хожу купаться на ногу Много пью Воду? Да А еще как можно? В бассейне Вызывать дождь Это как? Танцами? Да, танцами дождевыми Пляж Теперь в Пугачевский дом отдых ездил Там калач, там ирбис Вот так Только сидеть в стенечке и с мороженым И все И волосы закалывают, потому что очень жарко Как не спасать, мне очень хорошо От нее невозможно спастись, мне кажется Ну, может быть, хватит, да, помогает мороженое Ну, на короткое время, я думаю На долгое нет Помогает глубокий вдох Но только через рот Если рот сложить щелочкой И во рту прохладно А тут сосуды близко Поэтому, видимо, охлаждение общей системы Я сижу в холодном офисе А вот если на улице окажется, то как быть? А я очень редко нахожусь на улице Я в основном сижу под медицинером дома Вместе с сестрой Мы там смотрим всякие фильмы И, конечно же, всякие охлажденные напитки Жители Саратова советуют пить побольше воды И находиться в тени Смотрите наши опросы в утреннем шоу Автопилот На канале Саратов 24 Ну вот Лайфхак сегодняшнего дня Это вдох через... Давай попробуем Давай Три, четыре Друзья, вы попробовали вместе с нами? Если вы внимательно смотрели, я думаю... Холодно Холодно, холодно Дед, на самом деле становится холодно во рту Прохладно Я солидарна Но мне кажется, все дети, кстати, так делали Ты вот в детстве так делал? Нет Зря Ты очень много потерял Ну а зачем мне в детстве так делать, объясни мне? Я во взрослом могу так... Холодно Друзья, в общем, если вы хотите сэкономить на кондиционере Если у вас нет возможности сидеть под кондиционером постоянно Во-первых, дышите через узкий рот Давай называть это так? Да, давай А во-вторых, отправляйтесь, пожалуйста, к ближайшему фонтану Сядьте там, знаете, одна голова будет торчать И так... И все Все на местах Пускай на меня никто не обижается, друзья, но работает реально прохладно Во рту становится Давай, сейчас еще попробуем Давай Три, четыре Ах, и пока у нас холодный рот, друзья Остается вам только сказать, что мы ходим на рекламу Давай, совсем скоро к вам вернемся Нужно согреть вот зубы там, губы И вновь позитивная новость Благо, за рекламную паузу у меня успел оттаять немного рот Хорошо Да В общем, рассказываю История какая Штат Индиана Соединенные Штаты Америки И молодого человека не пускают в бар Говорят Ну, все, битком Ну, нету больше места А на самом деле Бар очень приличный Это не какая-то там пивнуха такая Вот с липкими столами А ему очень хочется, да? А ему очень хочется вот на тусовку на это попасть И он говорит Я буду делать все, чтобы оказаться в этом баре Ему говорят Ну, не знаю Дострои еще один этаж Возможно, тогда ты здесь окажешь И он решил, что вечеринка состоится При любых погодных условиях При абсолютно любой ситуации Которая царит вокруг него Он начал танцевать перед баром Ну, казалось бы Что такое Ну, просто танцуют Десятки таких А чтобы привлечь к себе Особо пристальное внимание Он где-то нашел жабу И начал ее облизывать В общем, танцем своим Мне кажется Он доказал, что он достоин Оказаться в этом клубе И так далее Его пустили, Сереж? Нет, дело в том, что администрация Бара вызвала полицию Полицейские очень долго его допрашивали Провели абсолютно все анализы Он оказался абсолютно трес Ни одно из психотропных веществ На него в этот момент не действовало Просто он сказал Да я хочу веселиться Друзья, лето на улице Меня в бар не пускают Там все мои друзья Может быть, обалдеть Ну, может быть, он Как вот тот самый Иван Царевич Может быть, он Свою царевную лягушку Просто он ее хотел целовать Может быть, это была Одна из ее принцесс А вот тут вот так Ну, не знаю Не знаю, стала ли она потом Принцессой После ночи, проведенной В полицейском участке Мне кажется, уже Лягушка тоже пошла с ним Ну, а куда? Она же вещдок теперь Он же что, облизывал Жамбу Все, взял ее Как это За кафтан свой Спрятал И ну давай Следом за полицейскими Ну, я считаю, что теперь Как настоящий джентльмен Он просто обязан Жениться на этой лягушке Честно У нее нету просто выбора А это будет совсем другая история И наша следующая позитивная новость Ну, а теперь у нас на очереди Сюжет из программы Айфишем Друзья Часто ли вы бываете На IT-конференциях? Я вот была Один раз И сейчас бы Не, серьезно была, да Что ты там делала? Ой, Сереж, я там наблюдала Ты была сторонним наблюдателем Как на выборах практически Да Практически так Но сейчас мне было бы Очень интересно Что там Сережа Сазанов Увидел интересного Вот это Да, это круто Потому что его глазами Все сейчас телезрители Могут побывать На этой конференции И непременно Почерпнуть что-то Вот такое вот Полезное для себя Об IT И нанотехнологиях О вещах Которые буквально завтра Могут нас захватить Но пока мы ими управляем Узнаем из сюжета Который подготовил Сергей Сазанов В рамках программы Айфиша IT-конференция ЮКОН Сегодня программа Айфиша пришла На первую IT-конференцию В городе Саратове Под названием ЮКОН Здесь собрались Программисты, разработчики И другие IT-специалисты Судя по тому Что мы здесь услышали Именно так скоро И будет выглядеть Ведущий программа Айфиша Давайте посмотрим Что здесь есть Еще интересного Во всех крупных городах Есть свои фестивали Для программистов Во всех Кроме Саратова И это учитывая Что именно Наши IT-специалисты Не раз выигрывали Крупные зарубежные конкурсы Так вот Сегодня ситуация Кардинально изменилась И такой фестиваль Наконец-то появился Называется он ЮКОН Мы всегда хотели Сделать большое мероприятие Масштабное мероприятие Которое объединит На самом деле Инженеров Разработчиков Тестировщиков Сценных администраторов И в то же время Предпринимателей В области Которые Которые уже состоявшиеся Либо только Начинают Свои Людей на ЮКОН Действительно много Только на сайте Подали заявку Практически тысячи человек Это и студенты-программисты И совсем юные любители Смастерить какого-нибудь робота И стартаперы Пришли они показать Что умеют И посмотреть на успехи других Мне это интересно По сути Так как я же тоже На программисту учусь И какому программисту Мне интересен IT Мне понравилось На 3D принтере То, что распечатано То есть я видела Обычные такие модели А здесь уже и танки С понедельника Запустился очередной стартап В области IT-технологий Поэтому мне было интересно Будет интересно Пообщаться с коллегами Которые работают В этой отрасли И соответственно Узнать какие-то Некоторые новинские технологии Которые Так сказать Используются Выставочная часть Сразу погружает нас В мир будущего Кто-то отправляется В параллельную реальность В специальных очках Другие смотрят На удивительные 3D принтеры Остальные Наблюдают за роботами Которые сделаны Из конструкторов Лего Этим ребятам Совсем немного лет 7-8 класс школы Но они уже своими руками Создали небольших роботов Пока механизмы Могут только ездить Однако у ребят Огромные планы На будущее Следующий этап Допустим Манипулятор Робот-манипулятор Он будет Убрать какие-то предметы Перемещать их И пока есть Какие-то разработки На это Ну есть Но не особо удачные Еще на Юконе Есть стенд с технологиями Дополненной реальности Кстати разработали их Саратовские студенты Впрочем Что тут говорить Мы лучше покажем Самое интересное Что такие метки Видят абсолютно все устройства С камерой Ноутбуки Телефоны И прочие девайсы Разработчики говорят Что за такими технологиями Будущее Сейчас их уже используют В игровой индустрии Некоторые крупные организации Например Икея Внедрили эту идею В свои каталоги То есть вы можете Не просто посмотреть На картинку Понравившегося дивана Но еще и увидеть Его в объеме Это Как бы развлечение Это реклама Это презентация В первую очередь Презентовать Какие-то крупные проекты По сути Это можно Презентовать Какие-то архитектуры Это же самый крупный объект Чтобы не строить Какие-то макеты Либо там Не снимать видео Что-то придумывать Показывать чертежи Можно сделать это в 3D И презентовать Показать Как это в реальном времени Работает и выглядит Отдельно стоит поговорить Про доклады Которые представили на Юконе Хедлайнер Виктория Лившевс Это директор компании Грив Динамикс Крупной международной компании Работающей в области IT Викторию и ее организацию Называют инноваторами Из Кремниевой долины О своих наблюдениях Она и рассказала Жителям нашего города Наша профессия Самая востребованная Не только сейчас Если посмотреть на то Куда идут проекции Программистам будет требоваться Больше и больше И их будет не хватать Все больше и больше Напомним, что IT-конференция Юкон прошла впервые Организаторы и комитет По информатизации Саратовской области Убеждены Такое событие Нужно повторять каждый год Ведь у нашего города Огромный потенциал И много светлых умов Занимающихся программированием И пока не все крупные организации Например, Google или же Apple Знают, что идеальных сотрудников Они могут найти Именно в Саратове Ну вот я ни разу не был На IT-конференции Но теперь очень хочу Правда, мне кажется Это прям классно Это прям классно Я просто надеюсь Что нас с тобой не заменит Тот самый робот Который Сереже Который уже почти подсиживает Сережа Сазанова Друзья, на очереди У нас стихи Год литературы По-прежнему у нас В России Во всем мире Да и, конечно же, в нашем городе И рубрика Саратов читает стихи Буквально сейчас Заметался пожар голубой Позабылись родимые дали В первый раз Я запел Про любовь В первый раз Отрекаюсь Скандалить Был я весь Как запущенный сад Был на женщины Зелья падкой Разонравилось Пить И плясать И терять свою жизнь Без оглядки Мне бы только смотреть На тебя Видеть глаз Злотокарь и омут И чтобы прошлое Не любят И уйти Не смогла К другому Поступь нежный Легкий стан Если б знала Ты сердцем упорным Как умеет Любить хулиган Как умеет Он быть покорным Я б навеки Я б навеки забыл кабаки И стихи бы писать забросил Только б тонкой касаться руки И волос твоих цветом восемь Я б навеки пошел за тобой Хоть свои, хоть в чужие дали В первый раз я запел Про любовь В первый раз Отрекаюсь Скандалить Друзья, если вы хотите точно так же оказаться на наших телеэкранах Присылайте скорее свои стихи Присылайте их на электронную почту Mail.sobak.sarato24.tv И вы непременно так же сможете прочитать стихи Прочесть Если бы точно Здесь, в нашей студии И, конечно же, для того, чтобы мы выбрали вас Достаточно просто прислать видеозапись На которой вы как раз таки читаете свои любимые стихи Друзья, нет ничего невозможного Хотите оказаться на телеканале Саратов 24 Просто напишите нам письмо Ну и, друзья Как бы проект Автопилот Уже потихонечку закругляется И мы не могли не рассказать вам о том Что сегодня вас ждет на телеканале Во-первых, не забывайте Что каждый час в эфир выходит информационная программа Соответственно, вы можете оставаться в курсе Абсолютно всех событий Которые происходят в городе Или уже произошли Ну а вечером Сегодня вечером Вы увидите продолжение сериала Лиговка Очень опасная история Скажу я вам Ровно 21.00 Обратите внимание на ваши телеэкраны И непременно посмотрите этот сериал Если вы еще не знаете О чем этот сериал То буквально в двух словах Эпоха Непа Ленинград Райончик абсолютно бандитский Абсолютно преступный Где царят свои собственные законы Итак, хочется сказать Как с этим справится наш герой Вы узнаете буквально через несколько секунд Ну, не, не несколько секунд Буквально вечером, хотел сказать Друзья, ну а сейчас у нас остается буквально несколько секунд Чтобы с вами попрощаться Спасибо большое всем и каждому Да, вам Вадим Николаевич Вам, Валентина Семеновна И вам, Ирина Анатольевна То, что провели Саша и Петя Саша Жук Хорошо, Саша и Петя Вам тоже большое спасибо Ну и спасибо большое всей нашей многотысячной аудитории Которая это утро провела вместе с проектом Автопилота И телеканалом Саратов 24 Этим утром рано-рано проснулись Выпили уже ведро кофе И заряжались позитивом вместе с вами Наталья Михеева Сергей Гришнов, а вам мы желаем прекрасного дня Отличного настроения И только позитивных новостей И море улыбок Будьте бодры, позитивны и веселы Пока-пока, увидимся уже завтра